Комната жилой площадью 14 квадратных метров. В центре маленький журнальный столик, в углу разместилась кухонная утварь. Большую часть комнаты занимают спальные места. В таких условиях вынуждена жить Татьяна Ефимова, женщина, у которой по вине управляющей компании в 2017 году сгорела квартира. Я подала в суд на управляющую компанию, так как по вине управляющей компании пожар случился. Они не следили за нашим домом, печные трубы разрушались. Суд признал управляющую компанию виновной в этом. 300 тысяч нам за ущерб установил суд. Чтобы управляющая компания? Да, возместили ущерб после пожара. Но, тем не менее, они до сих пор так тоже не выплатили этот ущерб. Я не могу добиться своих прав, своих нарушенных жилищных прав я не могу добиться ни от прокуратуры, ни от администрации. Речь идет о старом доме по улице Краснодонской, где каждый второй барак уже давно должен по закону уйти под снос. Но дому под номером один совсем не повезло. Несколько лет назад произошел пожар. После жаркой январской ночи 2017-го огонь повредил крышу и стены, а пожарные залили все водой. Женщина была вынуждена переехать во временное жилье, предложенное администрацией. Маленькая комнатка в общежитии. Временный договор на проживание сроком в три месяца превратился в томительное заключение в четырех стенах. Обращение к сети-менеджеру Читы Александру Сапожникову только усугубило ситуацию. На просьбу переселить женщину в администрации приняли решение о продлении срока проживания в общежитии еще на пару лет. Вот у меня уже срок договора заканчивается. Говорю, вы мне предоставьте, пожалуйста, квартиру вместо комнаты в общежитии. Я уже нажилась в этой комнате в общежитии. Мне нужна квартира. Я хочу воссоединиться со своими детьми. У меня дети там один, другой здесь. В общем, они снимаются с жильем и по углам мыкаются. Я же осталась без семьи. Но, тем не менее, что он решил, ответ дали. Мы вам продлим дальше комнату в общежитии договор на два года. Вот сейчас на два года мне продлили. В прокуратуру и на судебные заседания Татьяна ходит как на работу. Только благодаря упорству пострадавшей удалось добиться того, чтобы барак признали аварийным, а ее саму поставили в очередь на получение положенных 70 квадратов жилья. Только за все это время очередь сдвинулась всего на несколько человек. На 10 человек за 4, за эти 5 лет. Я что, 700 лет буду ждать? Это свои очереди, порядки. Я совсем не согласна с этим ответом. Вот они на наше заявление написали, что вот вы сидите и ждите по порядке. Вот признали вас, нуждающихся в жилом, поставили на очередь. Вот и ждите свои очереди. Конкретных сроков никто не называет. Чиновники в отписках отвечают, что программа рассчитана до 2025 года. Там в жители немомосимо полы провалились. С крыши вода бежит. Туда не зайти, печки все сломаны. И там опасно заходить, потому что может по боку рухнуть. Сколько это уже длится по времени? С 11 года это все длится. С 10 лет? С 10 лет. Они никак не могут дом этот снести. Те, кому идти совсем некуда, из последних сил пытаются создать для себя хотя бы минимальные условия для проживания. О тепле, сухости и комфорте эти люди позабыли уже очень давно. Главное, не замерзнуть в холодную зиму и не утонуть в дождливое лето. Несколько раз в году стукатурим, берем. Краска вообще не берет, потому что грибок, везде грибок. С первой маленькой стукатурка упала, потом огромные куски повалились. Рамы бесполезно вытаскивать. Там вода льется. Стены пустые, ужасно. На кухне постоянно по углам у нас зимой снег. Хлопот добавляют мародеры и бездомные. Брошенные квартиры пользуются большой популярностью у первых и у вторых. Самок вырванный, там уже ни печки, ни еще нет. То есть мародеры уже какие-то работают? Там уже, да, там уже пожили, видимо. Барак, построенный в начале 20 века для японских военнопленных, стал для русского народа тюрьмой, которую покинуть даже по собственному желанию некоторые семьи не могут из-за отсутствия альтернативы. Вне очереди расселить какой-либо дом вперед тех домов, которые были признаны ранее, не представляется возможным, так как это будет противоречивать действующим законодательствам. Если люди попадают в трудную жизненную ситуацию, вот как вот в данном случае с Татьяной Анатольевной произошел пожар, мы пытаемся помочь тем, чтобы предоставить людям временное жилье для решения вопроса по расселению данного, либо восстановлению жилья, либо расселению жилья. Но Краснодонская-1, дом, о котором еще идет речь, он уже признан аварийным, подлежащим сносу, и в дальнейшем будет уже включен в новую программу и будет расселен. На фоне стремительного развития человечества в целом в российских глубинках люди не живут, а выживают. И для того, чтобы пострадавшим получить свое законное жилье, они вынуждены обивать пороги судебных залов, в кабинетах чиновников и собирать при этом тома важных и нужных справок и документов. У нас у самих желание большое, чтобы все-таки решить вопрос о таких проблемных участках, как вот этих домов, снести и уже не возвращаться к этому вопросу. Сейчас действует региональная адресная программа Забайкальского края, она в работе. И есть моменты, когда граждане, проживая в многоквартирных домах, признанных аварийными, не предоставляет нам правоустанавливающие документы. Это тоже является определенным затруднением для того, чтобы жители поучаствовали в этой программе. Законы нарушать нельзя, а значит у этих людей не будет никакой возможности в срочном порядке получить новые квартиры. Сколько бы документов ни было собрано, заявление написано, а кабинетов истоптано, делу это мало чем поможет. Таков закон. Продолжение следует...